Эфир на ОНТ продолжает наши новости. В студии Наталья Немогай. Здравствуйте. Таможня в большей степени, чем другие ведомства, отражает положение дел в экономике. Президент отметил это сегодня, принимая с докладом главу Таможенного комитета. Александра Лукашенко интересовала мнение Юрия Синко о положении дел в Беларуси в условиях пандемии и какие меры необходимо предпринять, чтобы удержать экономику на уровне прошлого года. Также во Дворце независимости обсудили ситуацию на границах Беларуси с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. Особое внимание двум балтийским государствам. По моим данным, как вы мне докладываете, вот я имею справку, почти 40% грузовиков в этом году в Беларусь идут с Литвы и Латвии. Это огромный объем. Это примерно, как вы тут пишите, четверть промых автомобильных. Если мы возьмемся за этот поток, то Литва недополучит их логистические пункты, недополучит где-то четверть. Вы знаете, что мы с Российской Федерацией ведем расчеты сейчас о переориентации грузов с этих балтийских государств на Ленинград, на услугу в те порты. Прежде всего, это нефтепродукты, это калийное удобрение, да и других грузов у нас хватает. Президент в разговоре подчеркнул, что в нашей стране созданы мощные логистические центры, способные оказывать услуги перевозчикам. Глава таможенного комитета, в свою очередь, уточнил, что стоимость их даже ниже, чем в странах Евросоюза. Степанакерт снова под огнем. Утро в Нагорном Карабахе началось со звука сиренно-воздушной тревоги. По сообщениям очевидцев, только сегодня там слышали около 20 взрывов. Удары наносят как на окраинах, так и в центре. Обстановка уже больше недели остается очень напряженной. Каждый день количество жертв растет. Погибают мирные жители. Среди пострадавших есть дети. Накануне вечером Азербайджан назвал условия переговоров с Арменией. Официальный Баку готов прекратить огонь и вступить в диалог с Ереваном, если страна предложит повестку вывода армянских войск из городов Нагорного Карабаха. В свою очередь, армянская сторона ранее заявляла, что продолжит противодействовать агрессии в регионе. Но в то же время готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей 1994-1995 годов. Причину вариант развития и последствия конфликта анализируют эксперты. Ситуация сейчас обостряется тем, что у Запада разыгрывается сразу несколько карт по бывшему Советскому Союзу. Речь идет о том, что попытались побудировать ситуацию через Беларусь, не получилось. Попытались ситуацию обострить через Навального, не получилось. Прокол сейчас пытаются зализывать раны. Теперь пошла третья карта разыгрываться через обострившийся конфликт Армении и Азербайджана. Конечно, это очень длинная и очень сложная игра, которую затеял коллективный Запад. Сейчас обе стороны конфликта применяют авиацию, артиллерию, системы залпового огня. Разрушены сотни жилых домов, школы и больницы. Жители некоторых районов вынуждены прятаться в подвалах. Опасно на улицах, даже когда боевые действия не ведутся. Угрозой для жизни становятся неразорвавшиеся боеприпасы. Жестые стычки с полицией. Выходные происходили во многих странах. Беспорядки вспыхнули на улицах чилийской столицы. Протестующие бросают камни в полицию. В ответ стражи порядка, чтобы не дать людям собраться большими группами, применяют водометы и слезоточивый газ. Обострил ситуацию между сторонами спорный инцидент. Во время столкновения мальчик упал с моста в реку. Виноваты оказались сами же демонстранты. Жесткое с применением слезоточивого газа завершилось накануне попытка демонстрантов перекрыть дороги в Финляндии. Полиция быстро разогнала протестующих, которые требовали принятия срочных мер по борьбе с изменением климата. Демонстранты расположились на дороге в центре Хельсинки и заблокировали дорожное движение. На приказ покинуть проезжую часть они не реагировали. Полицейские применили слезоточивый газ. С расстояния вытянутой руки некоторых участников сотрудники правоохранительных органов перенесли в полицейские машины. Потасовки произошли в Германии. Несколько сотен активистов антифашистского сообщества Антифа выступили в районе Лихтенберг против демонстрации ультраправого движения «Третий путь». В полицию бросали камни и бутылки неспокойными, выходные выдались и в Израиле. Только в Тель-Авиве около 100 человек оштрафованы, 20 задержаны. Митингующие протестовали из-за ужесточения карантина и обвиняли правительство в ошибочных шагах в борьбе с пандемией. В стране на две недели вновь введен полный карантин. Самое нервное, так жители США называют нынешнюю президентскую кампанию. До выборов в стране остается меньше месяца. Главу Белого дома в Штатах выберут 3 ноября. Последние этапы гонки проходят на фоне роста заболеваемости коронавирусом в отдельных штатах и даже Нью-Йорке. Рассматривают варианты закрытия второстепенных предприятий и школ. На днях вирус выявили и у Дональда Трампа. Кстати, его обвинили в сокрытии результатов первого теста. О неразглашении информации он якобы просил одного из своих советников. Эксперты считают, что болезнь, скорее всего, негативно скажется на предвыборных шансах Трампа. Его электоральный рейтинг после сообщения о заболевании несколько упало. Вот его главного оппонента на выборах Джозефа Байдена поднялся. Сейчас Трамп уступает Байдену. Последний заявил о готовности перенести дебаты. Но действующий глава Белого дома не намерен менять даты. Тем более, что по сообщениям его личного врача Трамп чувствует себя хорошо. Между тем, в американских городах не утихают протесты, которые чаще всего перерастают в беспорядки. К акциям в поддержку темнокожего населения, которые продолжаются пятый месяц, присоединяются недовольные ситуации с коронавирусом в стране. С начала пандемии здесь погибли более 210 тысяч человек. Некорректное высказывание в социальных сетях. Наказуемые ведущим BBC пригрозили увольнениями за политические заявления, нарушающие цитата «беспристрастности» здания. Об этом заявил новый гендиректор компании. Правила, отражающие политику канала, будут касаться всех сотрудников. По меньшей мере, публикации определенных постов грозят беседой с руководством с последующим увольнением, удалением своего аккаунта в соцсети. В крайнем случае, увольнение. И такие случаи в мировой практике есть. В частности, за публичную позицию, противоречащую позицию работодателя. Увольняли сотрудников CNN, Reuters, газеты New York Times, журнала Time. Для здоровья каждого пациента в Беларуси активно проходит вакцинация против гриппа. Сегодня к ней присоединились работники Министерства здравоохранения, экономики, лесного хозяйства, строительства и архитектуры. Привить намерено не менее 40% населения. 12% подлежащих иммунизации уже привиты. По словам специалистов, сейчас самое время сделать перевивку от гриппа, чтобы в пик сезона, который может быть и в начале, и в середине, и в конце зимы, иммунитет был готов. Вакцина трехкомпонентная, включающая в себя такие компоненты, как против гриппа А, так и против гриппа Б. За счет средств предприятия еще импортные вакцины поступили. Они четырехкомпонентные. Поэтому, в принципе, та вакцина, которая в основном население будет привита, она будет являться эффективной для того, чтобы эффективно, опять же, спрофилактировать заболеваемость не только гриппом, но и острыми респираторными инфекциями. Прививка, уверены специалисты, не только хороший способ защиты от гриппа, но и эффективная подстраховка на случай коронавируса. Поэтому этой осенью вакцинация более важна, чем когда-либо. В Минздраве сегодня также прокомментировали состояние пациентов, которые получили вакцину от COVID-19. Чувствуют они себя хорошо, осложнений нет. Вакцинирование от коронавируса российским препаратом началось несколько дней назад. Более четырех тысяч белорусов изъявили желание стать добровольцами, но выбрали только сотни – от 18 до 60 лет. Главный критерий – пациент ранее не болел коронавирусом. Под наблюдением, получившая прививку, проведут 180 дней. Нобелевская неделя открыта. Премию по медицине и физиологии сегодня присудили за открытие вируса гепатита С. Достоились трое ученых – Майк Хоттон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Завтра объявят лауреатов по физике, в среду – по химии, в четверг – по литературе. А в пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. В связи с пандемией традиционную декабрьскую церемонию вручения премии в Стокгольме отменили впервые с 1944 года. Тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия пройдет телетрансляция с прямым включением из разных стран. И в завершение египетские археологи вскрыли саркофаг с мумией, захороненный более 2500 лет назад. Обнаружили находку в некрополе Саккара в Гизе, по информации ученых. Именно в этом месте были захоронены аристократы того времени. Всего удалось найти около 60 саркофагов. Для прессы открыли лишь один. Внутри оказались мумифицированные останки. Также найдена бронзовая статуя бога растительности, инкрустированная драгоценными камнями. Все исторические находки будут перевезены в Большой египетский музей.